приветствую вас мои дорогие с вами Жанна Фетисова сегодня влог в котором всего понемножку будем говорить на те темы которые интересуют всех и надеюсь не только меня ну а также будем заниматься уходом кое-что готовить в общем все что я люблю делать во влогах сегодня на мне микрофон надеюсь что будет звук лучше чем был ранее потому что вы говорили что есть эхо ну в общем в любом случае я жду ваши отзывы в комментариях убрала компьютер потому что он немного шумел я просматриваю иногда видео которое мне присылают и должна вам сказать что сегодня меня прям ох сильно расстроило одно видео ну как расстроило то есть я понимаю что такова и ситуация в общем и не только на youtube youtube это лакомысовая бумажка общества среза определенного там и я давайте буду сейчас делать кое-какой уход наносить масочки которые я хочу сегодня попробуйте и дальше вам расскажу это тоник у дерма и он с кислотами но он такой легенький для меня он не обжигающий у меня не вызывает каких-то ну таких неприятных ощущений на коже американский бренд который я заказываю на сайте и это такой вот тоник с витамином а и гликолевой кислотой лично для меня он легенькие никак не обжигают абсолютно кожи поэтому когда я планирую использовать в дальнейшем какие-то маски сейчас мы с вами будем делать маску увлажняющую глубоко я просто снимаю таким образом ну как бы лишние это отшелушивая слегка кожу снимая лишние роговейшие клеточки я устраиваю дни масок в instagram и если вам нравится эта идея присоединяйтесь пожалуйста ко мне и пишите показывается какие масочки делаете в эти дни или в другие вы так что жду вас в инстаграм друзья видите какая-то аллергия но что со мной иногда бывает к сожалению мой иммунитет выдает часто ошибку кто не понимает о чем я говорю загляните в наше с мужем видео ошибка иммунитета или аллергия на косметику кстати говоря у меня такая вот находка хочу с вами поделиться стоп проблем помните я показывала вам такой уже план на тонике с салициловой кислотой по моему они были даже без спирта где-то у нас один стоит дочка использует но просто потому что у нас больших какие-то проблем на коже не бывает к нам и без спирта иногда тоники подходят справиться с какой-то аллергией с легкими какими-то воспалениями да а вот этот вот карандашик он тонирующий есть номер один он подошел дочке он прям такой совсем светленький вот это номер два он с салициловой кислотой и там один процент всего лишь не обжигающий но он хорошо тем не менее а как бы подсушивает воспаление поэтому обратите пожалуйста внимание средства абсолютно копеечная ну и на мой взгляд очень даже хорошая мне подошел то номер два как ни странно вот он вроде как выглядит таким ну темноватым да на коже вот так он выглядит и я надеюсь вам видно и светлые лицо темнее как раз желтым подтоном поэтому он не очень подходит и вот я на какие-то иногда высыпания его наношу даже непонятной темологии но у меня в основном это аллергия да вы же поняли так что да вот такую штучку можно приобрести но я так понимаю и ваша на где угодно потому что это совсем бюджетная прям такая линия косметическая салицилово маскирующий карандаш антибактериальный стоп проблем давайте сейчас нанесем новые патчи под глаза перед этим я нанесу под них уже ну во первых патчи вот такие вот петифе я вам показывала своем последнем видео о том что съела моя кожа что это наиболее удобно для меня лично форму патчи в такой капельке теперь стараюсь не шуршать потому что микрофон все громко пишет вот такая вот будет форма но в общем вы сейчас посмотрите все это как выглядит на лице и вот такой крем у меня формина ай серум но он кремообразный все таки он не жидкий как серума это здорово потому что он не течет и слишком быстро не используется здесь его аж 30 миллилитров это много для серума вот такой консистенции вы нужно совсем капельку я распределяю его под глаза и это такой вот концентрат с альфа-липоевой кислотой и витамином c дим и и комплексом то о чем я вам недавно говорила в своем видео что я использую такие средства иногда курсами какими-то ну в общем будем считать курсом вот эту баночку и виво лапс он продается на айхаб на него очень часто бывают скидки а в общем это очень выгодно и на мой взгляд приобретение для тех кто не хочет пока делать никакие уколы а хочет попробовать все таки такую вот ну домашнюю терапию самостоятельное будем так говорить лечение от морщин морщин у меня пока вроде нет да вы видите но тем не менее пока уколы делать никакие не хочу но может быть что-то типа гиалуроновой какой кислоты попробуем в зону шеи декольте не знаю выдержали я у меня такая очень чувствительная кожные покровы чувствительные и я не могу терпеть уколы именно сами один раз мы попробовали но теперь мне моя косметолог уверяет что есть такой все таки средство которое неплохо снимает боль не знаю посмотрим может попробую еще разочек в общем сейчас я его наношу на зону под глаза и далее будем сверху уже перекрывать эту зону патчами о чем я хотела с вами поговорить о том что так задевать нельзя искала своих учеников и видимо неправильно просто набрала имя похожий такой вот ник в итоге получилось что мне выпало видео девушки которая лежит в своей постели ну как бы вот она без макияжа и такая издалека какая-то фотография я не очень поняла что это не то что я ищу ник был похожи я открыла открыла и просто знаете немножко опешила давайте сейчас налипим патч видите мне они совершенно новенькие их еще пока не открывала так они лепятся видите они перекрывают всю зону где образуются у многих лучики морщинки первые в середине тоже под самим глазом вот здесь кожа очень часто теряет эластичность образуются такие вот заломчики морщинки поэтому тут видите перекрытие абсолютно полное удобное как раз для такой возрастной кожи также девочки у кого есть сильные отеки по утрам вам вот это вот может помочь но только в том случае если вы будете хранить эти патчи именно в холодильнике в принципе эти патчи можно налепить куда угодно по необходимости на лоб на зону щек ну в общем куда угодно призваны они снимать отечность также разглаживать кожу и это конечно же не основной ваш уход это скорее так временно работающая терапия конечно здорово если вы вначале сделаете массаж по какому-то маслу например или крему а потом уже прилепите вот такие патчи я имею ввиду лимфодренажный массаж я показывала как он делается заглядывайте мои прошлые видео и я оставляю всегда ссылочки в описании так что и туда тоже заглядывать ну вот мы с вами перекрыли эту зону ну что пускай средства работают и первое которое я нанесла и пропитка в патчах будет дополнительно давать увлажнение а мы с вами продолжим еще будем наносить маску на лицо вы знаете девушка это все бы ничего если бы она говорила она материлась и материлась каждым словом просто буквально при этом начала рассказывать про то как она придерживается всех постов каких только можно религиозных нам ну как я поняла православных и в итоге единственный минус то что вот она материться но без этого якобы но никак нельзя но и действительно наверное уже нельзя если люди так привыкли жить единственная проблема знаете в том что подписчиков там более 100 тысяч у нее на канале и таких каналов много это не только у нее мне конечно ну не то что грустно я понимаю что чисто теоретически но все же люди разные да и кому то так удобнее разговаривать просто интеллигентных людей во все времена было меньше гораздо нежели ну людей которые ну вот вот так разговаривают да и вот такой образ жизни ведут она рассказывала собственно не скрывая как вытащить из кого деньги как сделать какие-то пластические операции чтобы привлечь еще больше спонсоров мужчин да и конечно я не то чтобы прям расстраиваюсь видя такие видео я все таки реалист я вам говорила я за реальность я понимаю что таких людей много их гораздо больше чем нас с вами все таки я себя к таким людям не причисляю надеюсь не выгляжу так я думаю что знаете просто потом эти же женщины рожают детей и в основном рожают потому что функция размножения самая будем так говорить надежная как мой муж говорит и потом у них такие же дети как они потом вот с этими детьми мы мучаемся с вами в школах если вы педагоги если вы мамы вы ужасно ведущих себя детей видите на площадке если вы опять же мамы бабушки вы потом встречаете своего ребенка который приносит из детского сада вот эти слова жестокость этих детей безмерная вот с такими мамами и папами но если папам это еще чуть больше прощается но на мой взгляд просто больше конечно мужчин которые вот так разговаривают но поражает то что в комментариях я специально посмотрела мне просто любопытно стало я долго конечно видео не могла просто вот пару буквально минут послушала мне этого хватило и мне тяжело это слушать и вы знаете вот в комментариях такие восторженные отзывы девушек которые тоже о материации которые через слово также сокращая чтобы это не попало в спам выдают вот такие же вот комментарии они пишут что вау какая ты крутая какая ты естественная какая-то натуральная и я подумала что наверное если бы я засняла такое вот видео сделала как нашу кошку тошнит наверное это было бы высокорейтинговое видео потому что вот это я тоже воспринимаю как вот какой-то словесный понос вот такое животное проявление негативизма грязи распущенности и не то чтобы я была каким-то основным да и я говорила вам что я спокойно отношусь ли это делают какие-то актеры режиссеры мои знакомые довольно известные люди рассказывая какие-то анекдоты когда они употребляют вот такие вот слова но когда они в тему девушка молодая которая планирует только свою личную жизнь вот так себя ведет и это восторженно абсолютно воспринимается людьми которые ее смотрят это конечно наводит на определенную мысль а там ли я вообще нужно ли вести канал и нужно ли это кому-то то что я делаю то что я говорю потому что аудитория настолько небольшая которая меня слушает и я бы так сказала скромная то есть не все делают комментарии и вы знаете я даже стала задумываться а нужно ли дальше что-то продолжает что-то делать на youtube то есть насколько это нужно какая аудитория меня слушает то есть будет ли она расти будут ли от этого какая-то польза насколько это нужно людям то что я делаю то чем я занимаюсь и ну мой муж сразу сказал но это тебя гормональная вселенская тоска после того как ты наткнулась на какую-то очередную помойку ну да действительно есть такое ощущение какой-то тоски когда ты на все на это смотришь и понимаешь что люди вот от чего в восторге на самом деле от того что она показывает как она грудь сделала прям буквально полностью показывает как она губы вкачала какого мужика она обманула ну то есть будет ли дальнейшее развитие я так подумала у моего канала моих стараний сколько времени я трачу на видео и и это приятно но я трачу половину чего количества времени если бы я работала в эти часы то конечно я бы заработала больше но может быть не получила бы такое удовлетворение конечно когда я общаюсь с вами мне это нравится и я получаю удовольствие так что скажите что вы об этом думаете насколько это в принципе реально продуктивно и нужно кому-то если вот в большинстве своем люди на youtube смотрят вот это и смотрят прям миллионными какими-то просмотрами как мальчики девочки сидят кого-то комментируют матеряться и хохочет матеряться и хохочет и вот это миллионные просмотры набирают ну вместе с котиками собачками милыми и ну что можно понять но вот это конечно прям удручает в общем напишите мне пожалуйста ваше мнение так сейчас буду делать маску от шиканат она совершенно шикарная я вам говорила да гель маска корректор с пептидами мне прям очень она нравится это пептид синкол он очень популярный такой в косметике и маска бюджетная потому что смотрите здесь такая огромная упаковка до 01 2020 года что хорошо я все боюсь что испортится что-то из вот этой натуральной профессиональной косметики стараюсь использовать ее побыстрее потому что ну просто жаль будет смотрите у нее такая вот консистенция когда один раз вам ее уже показывала но сейчас у меня много новых зрителей поэтому показываю еще раз она похожа на такое вот суфле и она имеет аромат белого шоколада он такой но более ванильный натуральный аромат никаких химических отдушек здесь нет показываю вам составы если интересно нажмите пожалуйста на кнопочку стоп и свободно спокойно почитайте я наношу ее кисточкой просто вот так на лицо и в течение какого-то времени еще жду когда она но она немножко подсыхает как бы больше даже знаете что в подпитывается не подсыхает и далее я уже наношу сверху еще тоник разрызгиваю чтобы ну просто как можно дольше она подействовала не засыхала мне нравится очень эффект ребята прям такая кожа но у меня склонна к сухости хотя в принципе я думаю что вот эта маска из-за того что она не жирная не содержит таких прям жиров подойдет даже и для кожи жирной особенно возрастной потому что она с эффектом лифтинга из-за того что все компоненты проникают глубже благодаря пептидам пептиды хорошая вещь если вы видите что-то на афер обязательно попробуйте приобретайте если вы хотите попробовать шоконад я оставлю вам ссылочку на адрес сайта и даже подарки вы можете там получить по промокоду жанны я все время это повторяю потому что я договорилась чтобы для вас были подарки но и мне просто будет жаль если вы их не получили вот и все с этого я ничего не имею просто я хочу порадовать вас как можно больше а да я еще заходил в магазин подушка хочу тоже с вами поделиться небольшими покупками ну просто остались какие-то желтые ценники с четверга видимо не все еще раскупили так что мне кое-что удалось полезно я считаю приобрести просто для дома но во первых вот такие тапочки шикарные по 100 рублей всего лишь они такие вот пупырчатые ну не знаю как мне сказать в общем у них вот такая вот интересная очень подошва видите и сохода называется производства не знаю чего давайте сейчас посмотрим бренд невыговариваемый я не могу это прочесть польский очень сложная состоит из двух слов название в общем вы поняли да что вот такое иногда тоже продается в подружке в разделах для дома там где вот хозяйственные какие-то вещи продаются вот там же продаются иногда такие штучки но мне кажется по 100 рублей ребят на рынке даже невозможно купить особенно вот такие красивые качественные да стоили они 500 или 600 рублей вот это нормальная цена для таких тапочек я видела их в обувных некоторых магазинах домашней одежды магазинах вот похожие так что по 100 рублей это вообще бесплатно тоже был желтый ценник 169 рублей стоил вот такой вот очень удачный на мой взгляд чехол куда я могу положить и кисти смотрите он вот такой вот конечно вы можете положить туда не только кисти он вот так завязывается на шнурочек туда же вы можете положить все свои принадлежности для например ногтей щипчики какие-то карандаши даже сюда можно видите положить для косметики что-то и саму косметику в общем вещь нужна удобная приобретала еще от этого бренда декор это корейский бренд знаете что спонжи я все время их приобретаю дочка пользуется момент уже дарила разные формы они мягкие мягкие некоторые мне не подходят спонжики потому что они жесткие все-таки берегу свою кожу и так растягивается все уже возраст такой 44 года нужно все мягенько использовать вот в общем вот такую штуку мне тоже удалось отхватить конечно же нас нельзя пускать его магазин лента это я уже поняла то что я сейчас держу это чек если вы еще не поняли это конечно кошмар 13 с половиной тысяч это еще скидка две с половиной тысячи по карте лента делается слов нет основном это все еда если я приобретаю там что-то в косметическом отделе бывает редко потому что там не очень дешевые какие-то средства но вот я решила попробовать мыло вот такое да интимное вот его лабораторис не знаю кто пробовал напишите пожалуйста вам оно понравилось нет ли на него никакой аллергии решила попробовать от биокос вот такие вот масочки вот на них была скидка и поэтому я решила попробовать стоили они что-то в районе 50 70 рублей в магазине лента в косметическом отделе маска омолаживающее с гиалуроновой кислотой так давайте посмотрим состав и панта но гель алоэ глицерин и экстракт цезальпинии ребята я не знаю что это какое-то растение так дальше глюкан от кальция мочевина то что сильно увлажняет и дальше амин е есть кастуровое масло есть гидрогенизированная надеюсь она не забивает а масло овса масло оливы глицерин на так ну и остальное то концентраты загустители гиалуроновая кислота гиалуроновая кислота в конце то есть ее немного производители грант россия а если вы пробовали такие расскажите мне чего от нее ждать будем с вами пробовать в одном из видео для лица и шеи тканевая маска одна штука вот мне интересно если я ее открою будет ли там удлинение до для шеи потому что пишут для лица и шеи не знаю ну и еще у меня есть вот такая посылочка от моего любимого бренда estee loader кое-что я заказала с их сайта и если вам это интересно я сделаю отдельное видео как всегда все красиво видите упаковано в общем прелесть кстати здесь есть новый аромат для меня собственно из-за него я делала заказ и напишите пожалуйста насколько вам интересно видео об ароматах я вижу что довольно часто девушки об этом снимают есть даже люди которые снимают только про ароматы мне они нравятся я люблю о них рассказывать но у меня не такая коллекция огромная может быть не не 100 бутыльков но может быть двадцать пятнадцать точно осталось остальное я пораздарила дочки маме что-то использовано уже но в общем я вам показывала несколько видео и вообще довольно часто в косметичках месяц я вам показываю ароматами и о них уже рассказываю тоже все ноты мы с вами разбираем за окном идет дождь и вы можете слышать капельки как капают нам наш кондиционер который висит под окном сейчас я чувствую что у меня не то что пощипывает а знаете как будто там холодок довольно сильный холодок на коже то есть маска работает я всегда это ощущаю но у меня и кожа чувствительная кто-то может вообще не почувствовать ничего кроме приятного так ощущение прохлады но во первых я использую эти масочки всегда холодными они у меня и хранятся в холодильнике я не делаю какую-то большую мощность в холодильнике у меня на единичке стоит но если вы понимаете о чем я то есть там такие огонечки наверху и можно выбрать режим от одного до четырех вот у меня единичка у нас не лежат слишком долго как-то продукт у нас холодильник небольшой и поэтому туда просто много не помещается но большая мразилка на сам холодильник небольшой только что показал чек да из магазина лента ну вот как-то это все довольно быстро расходится мы кого-то угощаем что-то это было хозяйственные какие-то товары если вам интересное видео о том что я приобретаю как я потом это использую в различных вот таких больших крупных супермаркетах напишите мне пожалуйста потому что я вижу что такие видео тоже многим нравится и я просто сейчас пытаюсь ну вот в связи с тем настроением которое у меня сейчас странным немножко да после просмотра этого видео я сейчас пытаюсь просто понять что для вас снимать что потому что мне нравится с вами общаться я получаю огромное удовольствие особенно когда я вижу что вам это интересно и вы в комментариях об этом пишите не все люди пишут комментарии я знаю что многие просто стесняются или не уверены что я отвечу пока у вас 5100 с небольшим человек я могу отвечать друзья мои то есть это же не 300 тысяч не 500 когда по 800 900 комментариев в день человек получает да так там уже действительно довольно сложно отвечать так что вы пожалуйста сейчас не стесняйтесь вы пишите что вас интересует о чем вы мечтаете что вы хотите делитесь пожалуйста друг с другом каким-то идеями полезными если вы видите что я не знаю что ответить на этот комментарий допустим мне очень часто задают вопрос попробовала ли я ту или иную линейку того или иного бренда но я же не могу все приобрести понимаете да то есть мне не дарят я все это приобретая за свои деньги но вот только шоконад мне присылает посылки а в основном я все покупаю сама и поэтому я ну просто физически не могу попробовать все чтобы дать вам отзыв и не резиновый кошелек если вы видите что я ну не знаю что ответить и говорю о том что в комментариях что я не пробовала пишите вот не стесняйтесь друг другу отвечаете если вы делаете это корректно да и если вы знаете ответ на данный вопрос не стесняйтесь поделиться информацией со зрителями смотрите сейчас начинает немножко масочка подсыхать это для того чтобы продлить ее действие я буду использовать тоник от андалон и челс он с витамином c я наношу его на все лицо в том числе и патчи тоже пропитываются заново там еще какое-то время масочкой сейчас впитаться нужно что-то съесть потому что всех накормила но сама вот не успела покушать уже голодная так что давайте с вами сейчас переместимся на кухню и что-то такое вкусненькое сделаем готовить буду вот на такой сковороде она ребристая и благодаря этому не так много масла входит в продукты которые вы на ней готовите хочу показать вам то что я буду обжаривать на этой сковороде это фенхель я очень люблю не знаю пробовали вы или нет но я прям обожаю вот с удивлением нашла его очень обрадовалась в магазине лента и вешенки тоже мне очень нравятся эти грибы они как бы вот ну остается немножко такими хрустящими даже после жарки за это я их люблю и в самом финале уже приготовления вот так это все красиво выглядит слегка поджаренная я добавляю вот такой душистый перчик у меня вот здесь такая мельница и немножко пудры карри вкуснее всего мне кажется это блюдо сочетается с коричневым рисом я заранее его варю и выставляют в такие контейнеры у меня в холодильнике готовы всегда гарнир какой-то полезный есть очень вкусно я уже смыла маску и теперь буду снимать патчи давайте посмотрим как они работают вы знаете они даже еще влажненькие такие остались ну в общем наверное благодаря тому что я сверху их удобряла тоником в общем мне кожа нравится под глазами как выглядит погода очень пасмурная дождик идет поэтому вот такого средства с успев 15 это хава супер увлажняющий такая вот ну сыворотка крем мне будет вполне достаточно ну нужно быть очень аккуратным потому что может скатываться макияж потом на таком питательном уходе на этом все сейчас уже за кадром будут делать быстрые дневной макияж и в кадре это будет очень очень долго мне уже пора бежать спасибо огромное что вы были со мной я жду вас в комментариях и конечно же желаю вам удачи и будьте благодарны за все что имеете пока макияж